Здравствуйте! Меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в проекте Joomla Sensei. В этом уроке я вам покажу плагин, который позволит делать анимацию блоков, то есть модульных позиций и анимацию статей. На тестовом сайте я уже подключил данный плагин. И смотрите, я обновляю страницу. У меня все движется. Статья подпрыгивает, блоки тоже движутся. И причем нижние посты, анимация срабатывает только тогда, когда человек видит ее. То есть человек, например, прокручивает вниз, и анимация срабатывает только тогда. Это очень хорошо. Вот видите, да? Причем не обязательно делать анимацию всего поста. Можно сделать только картинки или только текста и так далее. Если я захожу в подробнее, здесь также анимация срабатывает. Давайте перейдем на наш сайт и попробуем подключить данный плагин. Данный плагин вы сможете скачать на моем сайте. Ссылочка будет под этим видео. И устанавливаем его как обычно. Переходим в расширение менеджер плагинов. Отсортируем. И вот он, System, ведь анимация. Заходим внутрь. Здесь есть небольшие настройки. Включаем его. Первое. Стоит отключить на мобильных устройствах. Стоит да. Если хотите, чтобы на мобильных тоже было, ставьте нет. Второе. Это у нас продолжительность. Значение указано в миллисекундах. И последняя настройка анимации смещения. В принципе, оставляем здесь все как есть. Здесь уже все стоит хорошо. Сохранить, закрыть. И теперь, как подключить, например, модульные позиции. Не обязательно анимировать все. Можно анимировать только то, что вам нужно. Смотрите, мы переходим в менеджер модулей. То есть, начнем вот с меню. Хотим анимировать меню. Переходим в менеджер модулей. Ищем наш модуль меню. Вот он, мой меню. Заходим внутрь. У меня есть вот такая подсказочка. Данную подсказочку вы найдете также на сайте, на моем. Там, где вы скачаете плагин. Нам нужно кое-что прописать. В модуле переходим в дополнительные параметры. И нам нужен вот этот вот суффикс CSS класса модуля. Если у вас там уже какой-то стоит параметр, не трогаем его. Просто с новой строчки нам нужно прописать. Смотрите, вот такие слова. Вот первое слово, вот это обязательно. Скопируйте его также с сайта, да? А второе, это идет разновидность анимации. Давайте сначала вставим как есть. То есть второе слово, это название анимация. Bounce in. Сохраняем. Обновляю сайт. И смотрите, как сейчас будет себя вести модуль меню. Он у нас, видите, так подпрыгивает. Вот еще раз. Теперь увидите у меня вот такую вот ссылку. Перейдете сюда. И здесь у нас идет как бы вид анимации. Вот здесь вот вы кликайте по стрелочке. И просто кликайте по названию, например, анимации. Вот здесь видно, как она срабатывает. Если вы хотите просмотреть ее еще раз, кликайте вот на эту кнопку. Единственное, здесь есть момент. К сожалению, не все виды анимации, далеко не все срабатывают. Не знаю почему. То есть многие анимации, они просто не работают. Поэтому здесь надо смотреть. Вот я некоторые проверил. Вот, например, вот это тогда. Это у нас текст как бы выпрыгивает, да? Вот давайте попробуем. Попробуем теперь сделать на другой модуль с другим эффектом. Вот у меня есть видео HTML код. Я захожу в данный модуль. Точно так же перехожу в дополнительные параметры. Здесь вставляю. Только убираю название анимации и по-английски пишу. Тогда. Название анимации. И сохраняю. Смотрим на видео. На этот модуль. Видите, он как будто выскакивает, да? То есть вот эта анимация, она тоже работает. И, в принципе, вот таким же образом вы действуете. Все очень просто и легко. Можно заанимировать весь сайт. Здесь же вам нужно посидеть, посмотреть. Многие, конечно, анимации здесь, к сожалению, не работают. Просто посмотрите, повыбирайте и название анимации вставляйте. Давайте работать на примере то, что у нас уже работает. И попробуем заанимировать статью. Закрываем модуль и переходим в менеджер материалов. Заходим в любую вашу созданную статью. Также на сайте вы увидите у меня такую шпаргалку. Смотрите, вот есть вот такая конструкция. Между вот этими тегами нужно вставить наш контент. Только и всего. То есть вот здесь открывается div-класс. И у нас уже прописано вот это переменная плагина и название анимации. То, что здесь вот мы вставляли, да? То есть если здесь менять анимацию, то надо вот это слово удалять и вставлять название другой анимации. Но я буду делать на примере этой анимации. Поэтому я копирую вот так первую строчку. В статье в редакторе перехожу исходный код. И давайте попробуем заанимировать весь контент. То есть я с новой строки вот здесь вставляю. Вот так вот весь, всю эту строчку. И потом вот закрывающий обязательно div я оставляю здесь. Закрываю кавычку и ставлю здесь косую черту. То есть если вы не закроете этот контейнер, да? То у вас не сработает ничего. Нажимаю ok. Сохраняем. Запоминаем как называется наша статья. Она в самом низу. Обновляю. И вот она выскакивает просто обалденно. Если заходим в подробнее, здесь тоже она срабатывает. Все хорошо. Ну и таким же образом вы действуете уже дальше, да? Исходя вот из этой подсказки. Смотрите вид анимации. И название прописываете. Есть еще одна тут переменная. Можно сделать так, чтобы анимация повторялась несколько раз. За это отвечает вот этот кусочек кода. И вот здесь вот мы меняем цифру. Если нужно, чтобы анимация проиграла подряд два раза, мы ставим здесь двоечку. Ну если больше, давайте поставим 10. Это тоже самая конструкция, как и вот эта. Только здесь после анимации дописана вот эта вот строчка, да? Я ее также вот копирую. Перехожу в исходный код. И смотрите, я просто здесь ставлю пробел. И в коде дописываю вот этот вот кусочек кода, да? И окей. Анимация должна проиграть 10 раз. Сохраняем сайт. Обновляюсь. И вот смотрим. Она у нас играет, играет, играет. Зацикливалась она на вот 10 раз. Вот таким вот образом. И по сути у вас вот если будет много модульных позиций, много статей, это все дело можно заанимировать, да? И будет стильно, модно, красиво и привлекательно. На этом я заканчиваю данный видеоурок. И увидимся в следующем. Позвольте подарить вам подарок. Если вы только начинаете свой путь с джумла, или вы уже матерый вебмастер, вы рано или поздно задумаетесь о самом важном. Это внешнее отображение вашего сайта. Другими словами, шаблоны. На просторах Рунета вы сможете просто утонуть в изобилии красивых шаблонов. Но! Есть большая опасность получить вирусы прямо с шаблоном, тот, который вы скачаете. Крайне нежелательно качать шаблоны с неизвестных источников. Я хорошо поработал и собрал для вас базу из 55 качественных и красивых шаблонов на любую тематику. Все шаблоны чистые, без ссылок и вредоносного кода. Гарантирую в 100%. Все шаблоны были скачаны мною лично, напрямую, у разработчиков. И я все упаковал в один архив. Каждому шаблону приложил ссылку на демонстрацию шаблона. Так, чтобы вы всегда могли сначала посмотреть на шаблон во всей его красе. И выбрать то, что вам понравилось. Все это я сделал для удобства. Итак, как получить все шаблоны целиком? Да очень просто. Шаблоны я отправлю на ваш email адрес. Просто пишите в поле ваш рабочий электронный ящик и подтвердите подписку. И через несколько секунд автоматически к вам придет второе письмо с ссылкой на закачку архива с шаблонами. Желаю вам творческих успехов. С уважением, Федор Васильев.